Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы быстренько пробежимся, поговорим о магнезии, о лайфхаках, связанных с ней. Ну, во-первых, магнезию вы можете колоть не как написано в инструкции внутривенно, но и внутримышечно. Будет больно, будет больно. Однако, соответственно, она также всасывается. Конечно, помедленней, чем внутривенно, но тем не менее эффект ощутим. Если вы человек, занимающийся, и микроциркуляция у вас хорошо работает, я думаю, что у меня пульс меняется где-то в течение часа после инъекции магнезии. Я думаю, что вы ее где-то в течение часа, получаса ощутите. Следующий момент. В инструкции написано, что артериальная гипертензия у нас показания, в том числе гипертонический криз с явным отеком мозга, полиморфная желудочковая тахикардия, эклапсия, значит, татания матки. Вот здесь уже ближе к нашей теме. Ну и там, в общем, всякие состояния, связанные с нарушением, как правило, с низким количеством магния. В общем, вот смотрите, при различных гипертонусах, особенно после тренировки или особенно связанных с патологиями неврологическими, для оккупирования ярко выраженного гипертонуса, болезненного, можно использовать магнезию, инъекции магнезии. Для того, чтобы улучшить многие физиопроцедуры, даже тот же воздействие того же массажа, можно использовать магнезию, если вы стоите, так скажем, ближе к гипертонии, а не гипертонии. Потому что, соответственно, гипотоники, конечно, им не желательно ее вообще использовать. Вот, также спортсмены, многие у нас, кто переборщил с предтреником, снять вот это мерзотное, вот лично у меня часто бывает, выпьешь в кои-то веки предтреник и мерзотное ощущение, что просто тебя накрыло вот этим вот, я не знаю, сердце, какая-то тахикардия, еще что-то. Ну, там какой-нибудь предтреник, если вот на ходу кто-то угостил, вот так вот, бывает. Не вот часто, но раз в полгода случается магнезия, здесь ухольчик, он прям спасает. Вот. Соответственно, просто нарушение сна, панические атаки, опять же, снять повышенный пульс, который часто сопровождается паническими атаками. Ну, если вам, допустим, не скорректировали при тиреотоксикозе еще, да, вот этими дозировками, не убрали клинические проявления тиреотоксикоза и пульс еще высокий. Вот так вот чуть-чуть, чтобы, понимаете, магнезия, она не уронит вас там как-то слишком избыточно, да, одна инъекция. Вот. Поэтому, соответственно, здесь очень-очень удобно вот купировать вот такие вот как бы приступы, да, основные, вот такие короткие рецидивы магнезии. Вот. Опять же, ну, желательно это делать, советоваться с вашим врачом, конечно же, как-то делать это дозированно с учетом всего анамнеза пациента. Поэтому сейчас мне многие кинутся говорить, а сколько вешать граммов, вот без консультации онлайн, я не могу вам сказать, сколько вешать граммов, сколько колоть и как часто. Это индивидуальный вопрос. Но, соответственно, что можно это использовать? Спортсмены разберутся сами, я думаю, те, кто фармакологию использует, на курсе анаболических стероидов. Это незаменимый препарат. И так или иначе, когда-нибудь придется его использовать на курсе анаболических стероидов, потому что, если уж не гипертонус мышц, то повышенное сердцебиение. Вы когда-нибудь их утонете. Поэтому магниосульфат, он, соответственно, здесь показан, показан просто спортсменам на курсе анаболических стероидов. И, опять же, показан не просто на постоянное применение, а для лечения выше указанных состояний. Повышение пульса, гипертония, да, соответственно, те, кто на сушке, используют кленобутерол. С кленобутерола повышаются побочные эффекты как раз-таки в виде такой вот ученого пульса и, возможно, гипертонии. Вот для купирования таких вещей можно использовать магнезию. Вот такие вот дела. Как насчет задержки жидкости она нужно смотреть? Если, конечно, вы в фазе подготовки соревнований, когда уже вам нужно прям всю воду до конца слить, я бы, может быть, и не стал ее использовать. Это важно. Вот пока вы просто сушитесь и, так скажем, на сцену вам не завтра выходить, ну, здесь вполне себе оправданно. Если выходить уже скоро на сцену, я бы, конечно, не стал. У лифтеров вообще легко заходят, но, опять же, не перед выступлением, потому что, ну, смысл вам снижать давление перед выступлением совсем в край. Но, опять же, если оно у вас высокое, все же давление и пульс надо нормализовать. Поэтому, еще раз повторюсь, очень важен анамнез, поэтому не ждите от меня конкретных ответов, записывайтесь на онлайн-консультации. А вот если у вас какой-то гипотетический вопрос из разряда, можно ли использовать магнезию при териотоксикозе, ну, то есть не касательно конкретных дозировок, ну, тут мы можем с вами пообщаться и в комментариях. Если вы хотите в дальнейшем разбирать какие-либо препараты, то напишите мне об этом, пожалуйста, комментарий. Мы будем развиваться в этом направлении. С вами был Кравцов Сергей. Да пребудет с вами здоровье!